МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Украине день памяти героев Небесной сотни. Именно в этот день, три года назад, во время революции достоинства противостояние между активистами и силовиками вылилось в кровавые расстрелы. 20 февраля 2014 года на улице Институтской появились снайперы. Погибли 47 активистов Евромайдана и 6 правоохранителей. Несколько сотен людей получили ранения. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более 100 активистов Майдана. Их назвали Небесной сотней. Это те люди, которые отдали жизнь за независимость Украины. В Михайловском соборе Киева прошел молебен в память погибших героев Небесной сотни. К панахиде присоединился президент Петр Порошенко вместе с супругой. Также присутствовали первые лица государства. По завершении молебна чета Порошенко установили лампадки у фотопортретов погибших активистов революции достоинства. Памятные мероприятия прошли сегодня и на Майдане. Люди несли цветы, свечи и лампадки к памятным табличкам. Состоялся здесь и так называемый марш патриотов. Обошлось без конфликтов, но не обошлось без политики. С флагами в руках и лозунгами по Крещатику. Колонна марша патриотов растянулась на несколько сотен метров. Остановилась процессия у мемориала героям Небесной сотни. И почтила память погибших минутой молчания. Но затем скорбные речи сменил политический пиар. Мы сейчас должны объединиться и просто смусить владу работать как правильно. Возмущенные люди покидают шествия. Ситуация начинает накаляться с появлением Олега Барны. Нардеп возвращался из Верховной Рады в гостиницу. Участники поминального шествия окружили его. Отдуваться парламентарию пришлось не только за себя, но и за коллег. Спустя некоторое время разговор переходит на крик. Барна уже никто не слышит. Возмущенные люди пытаются вытолкнуть нардепа из толпы. Недовольство вызывает отсутствие реальных результатов в судебных делах по Майдану. Но у генпрокурора другое мнение. На своей странице в фейсбуке он сообщил, следователи ГПУ в суды направили 220 обвинительных актов. Далее дело за Верховной Радой. После внесения изменений в закон о заочном осуждении появится возможность привлечь к ответственности высокопоставленных организаторов убийств на Майдане, которые скрываются в России. Мы сможем начать передачу справ в суд негайно. Я обещаю, как генеральный прокурор, что обвинение Януковича по государственной зраде будет передано через 10 дней после принятия соответствующего закона в суд. И суд будет еще в этой весне. В такое развитие событий с трудом верят адвокаты семей Героев Небесной Сотни. Маркиян Голобала считает, судебные дела затягивает по нескольким причинам. Одна из них – большая загруженность следователей ГПУ. Вторая заключается в самих судах. По словам адвокатов, спустя три года за преступления, совершенные против майдановцев, тюремный срок получил только один подозреваемый. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал Интер. Вчера на Майдане тоже было жарко. Сторонники блокады торговли с оккупированной частью Донбасса пикетировали администрацию президента, где пытались установить палатку. Полиция не похвалила это сделать, из-за чего произошли столкновения. Сейчас на Майдане снова созывают вечи. Сколько людей пришли? На чем настаивают? Спросим у Ирины Баглай. Она на прямой связи со студией. И раздравствуй. Расскажи, спокойно ли на Майдане в эти минуты? Кать, как вы можете видеть, у меня за спиной сейчас проходит вечи сторонников блокады торговли с оккупантами. Так они называют себя. На площади возле стелы собралось несколько сотен человек. Это в большинстве своем. Те, кто пришли почтить память погибших на Майдане в 2014 году, Героев Небесной Сотни, а также сами принимали участие в событиях на Майдане три года назад. И в революции достоинства. И сегодня они же поддерживают блокаду. Само вечи проходит достаточно спокойно, без стычек, конфликтов. Как объяснили его организаторы, сегодня в День памяти планируют только поговорить с людьми, со сторонниками блокады, обсудить дальнейший план действий. То есть в первую очередь требуют от парламента принятие закона о признании части Донбасса оккупированной территории. Кроме того, хотят решить организационные вопросы. Как наладить волонтерскую помощь тем, кто блокирует транспортные пути на Донбассе. Каким образом добираться тем, кто планирует присоединиться, если такие будут к блокаде. Хочу сказать, что по всей территории Майдана Независимости находятся правоохранители. Полиция на самой площади их нет. Поэтому пока что ситуация спокойная. Катя. Спасибо, Ира. Это была Ирина Макбаглай. Она сейчас на Майдане Независимости. А участники этой самой блокады от своих требований, похоже, отказываться не намерены. Что сейчас происходит на блокпостах? Узнаем у Олега Решетняка. Олег, здравствуй. Расскажи, какая обстановка на редутах и на чем продолжают настаивать активисты. Продолжение следует. Там установлено несколько палаток, в которых постоянно дежурят около 10-15 человек. И вот, что они требуют. Первое, это наши полоненцы, которые там сидят по два года. Это основная мимога. Первое. А далее полная блокада от этих территорий, которые не подконтрольны. Какие оккупированы Россией. Полная блокада. Ну, вот, фактически, требования блокирующих остаются неизменными. На данный момент на блокпосту возле Бахмута все спокойно. Активисты уверяют, что в ближайшие дни из Киева прибудет пополнение. В данный момент, как нам рассказал один из руководителей редута Запорожья, они занимаются расширением своего лагеря. Наша съемочная группа продолжает следить за ситуацией. И по мере появления свежей информации мы будем держать вас в курсе происходящего. Олег, спасибо тебе за детали. А под Донецком, Попасной и Мариуполем противник не прекращает обстрелы. По сообщениям штаба АТО, в целом насчитали 40 обстрелов за прошедшие сутки. Наиболее сложная ситуация в районе Авдеевки и Попасной. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Артиллерия калибра 152 мм, тяжелые минометы и мощные пушки рапира. За последние сутки боевики вновь активизировались в районе Авдеевки. Они лупят пристрелившую и переважившую, это с беспилотником. Они корректируются и бьют именно по таких точках, где им нужно. Всего за минувшие сутки бои в Авдеевке продолжались более 10 часов. По украинским позициям боевики выпустили более 120 мин и полсотни танковых снарядов. Только после 19 часов обстрелы прекратились. Относительное затишье продолжается до сих пор. Оно бывает два дня гепает, там миномет работает, бывает два дня опять тишина. Нестабильно, не знаю, что ожидать. Чего точно не стоит ждать от российских наемников, говорят военные, так это отвода тяжелого вооружения. Оно должно было состояться в понедельник. Боевики продолжают держать запрещенное оружие недалеко от линии разграничения. Но несмотря на появление новых наемников на позициях, не меняется тактика боевиков. Диверсионная группа выдвигается. Бывает, вагоны просильно открывают. Провокируют, что мы отдали им витязь, но вагоны открываем, открываем в крайнем случае за командой командира подразделения. Это самое лучшее в том, что открывается вагон из населенных пунктов, куда в сиро-зону заходят боевики. И, соответственно, под выглядом, под прикрытем местного населения, они открывают вагон по нас. Единичные провокации боевиков не прекращаются, но в целом ситуация несколько стабилизировалась по всей линии фронта. Геннадий Вивденко, Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Новости, телеканал Интер. Информационную бомбу сегодня взорвала Нью-Йорк Таймс. На ее страницах появилась статья о том, что нардепот радикальной партии Андрей Артеменко якобы передал окружению Трампа так называемый план мира. Пункты на нем весьма неоднозначные. Отдать Крым в аренду России на 50-100 лет взамен на освобождение Донбасса. А деньги за аренду направить на восстановление оккупированных территорий и снять санкции с России. Это план, который передал советнику Трампа украинский депутат от радикальной партии Андрей Артеменко. Новость сразу стала сенсацией. Попала на первую страницу американской газеты Нью-Йорк Таймс и вызвала скандал в украинском политикуме. Достаточно радикально отреагировал сам лидер радикалов. Мы Украиной и территориями не торгуем. Само тому я сегодня официально вернулся до Андрея Артеменко. Под прикрытием депутатского мандата просувати сепаратистские идеи мы никому не дозволили. Артеменко радикалы вызвали на ковер, созвали заседание и исключили из состава фракции. Перед его началом нардеп сообщил журналистам. План вынашивал давно и не он один. С ним работали еще несколько десятков депутатов из разных фракций. Как из правящей коалиции, так и из оппозиции. Но кто именно фамилии не называет. Главное, для чего это все сделано. Для того, чтобы та будущая встреча, которая будет происходить между Путином и Трампом, чтобы украинское вопрос там стояло первым. Что именно на этой встрече была подписана мирная угода относительно регулирования украинской кризи. Вот моя мета. Я врахую, что Украина и украинский народ, который обладает полностью полнотой в Украинской государстве согласно Конституции, должен решить на всеукраинском референдуме не только статус Крима, не только статус ДНР, ЛНР, а вообще, куда мы идем, какая наша мета. Помимо плана, Артеменко, как пишет Нью-Йорк Таймс, передал окружению Трампа и компромат на первых лиц государства. По словам нардепа, раздобыл их благодаря Валентину Наливайченко, экс-главе СБУ. Он уже подтвердил эту информацию и добавил, сам в январе отдал все собранные доказательства о коррупции в высших эшелонах Министерства юстиции США. Так, я надал документы для того, чтобы и в Украине, и в США такие расследования в рамках криминальных справ были названы прозвища, назвы офшорных компаний, а главное, чтобы были покараны люди, которые организовали выведение и выкрадение грошей из Украины. Это можно и нужно назвать не словом компромат, а доказами и требованиями расследования. А вот о планах Артеменко относительно Крыма Наливайченко ничего не знает. Уверяет, полуостров есть и будет украинскими. Предлагает внести изменения в Конституцию. Дописать, что при аннексии России Крым остается территорией Украины. На новость уже отреагировали и в Москве. Узнав о появлении мирного плана, в российском МИДе Сергей Лавров заявил, правила игры менять не собираются. У самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу больше ничего добавить. Вот показывает, что будут продолжаться попытки переписать правила игры. Согласиться ли Андрей Артеменко сложить депутатский мандат неизвестно. По крайней мере, пока он такого желания не изъявлял. А радикалы требуют от СБУ расследовать этот инцидент. Алла Матюшок, Никита Исайко, подробности телеканал Интер. Депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин отрицают любое свое отношение или партии к так называемому плану Артеменко. А потом политик заявил, комментируя заявление нардепов Сергея Лещенко и Олега Лешко о его якобы причастности. По словам политика, цитирую, Конечно, никакого отношения ни я, ни Юрий Бойко, ни партия оппозиционный блок к так называемому плану Артеменко не имеет отношения. Оппозиционный блок выступает за немедленное и безотлагательное выполнение минских договоренностей как единственного легитимного плана возвращения мира в Украину. Кто же может стоять за планом Артеменко по Крыму и Донбассу, раздумывали сегодня в парламенте. Там вообще соревновались, кто больше патриот. И даже разругались из-за этого. Поводов хватало. Ольга Рыцарь продолжит. План Андрея Артеменко, который он предложил Трампу, сегодня топ-тема в кулуарах Согласительного Совета. Главный радикал Олег Лешко после призыва забрать у коллеги мандат даже не вышел к прессе. А вот депутаты из других фракций напали на радикалов. Все как один заявляли, Артеменко должен понести уголовное наказание. Я считаю, что он должен нести криминальную ответственность, потому что это пострадание на целостность Украины. А по-другому, я уверен, что я согласен с своим коллегой Олегом Лешко, что он должен сдать мандат. Одни нардепы отстаивали позицию Лешко, другие уверены. За планом Артеменко по Крыму и Донбассу стоит сам глава радикальной фракции и требует лишить неприкосновенности обоих. Лешко дав доручение Артеменко ехать в Вашингтон и выправлять ошибку Лешка, когда он заявил, что будет поддерживать исключительно Хиллари Клинтон и ни в каком разе, за словами Лешка, неадекватного Дональда Трампа. Я требую от президента Украины, от силовиков, первое, внести подание на избавление депутатской недоторганности Лешка и его депутата Артеменко. Другое, начать соответствующие проведения за статей «Державная зрада». Третье, избавить гражданства Лешка и Артеменко. Мы категорично не подделяем таких заяв, позиции депутатов радикальной партии, которые говорят о том, что нужно договориться о том, что на 50 лет передать в аренду Крым, а может еще и Донбасс, они скажут, Российской Федерации. Каждый депутат, который делает такие заявки, або выступает с такими поведомлениями про легализацию оккупации, або про легализацию тех бандформований, которые захопили сегодня украинские территории на Сходе, мы считаем, что такие депутаты должны подпоедать перед Украиной. На этом выяснения, кто больше патриот, не закончились. С начала минуты молчания почтили память погибших на Майдане. В день третьей годовщины расстрелов обещали первым делом проголосовать закон. Этот закон предлагает дать статус участника боевых действий для людей, которые поддерживали целесные ускорбления во время революции Гидности, а также дать статус инвалидов войны для тех граждан, которые стали инвалидами в результате поранений и ускорблений на Майдане. Впрочем, не обошлось и без взаимных обвинений. Сначала спорили, кто виноват в том, что организаторов расстрелов на Майдане до сих пор не нашли. Я хочу обратиться, паня Оксану, к вам. Вице-спикер Верховной Ради Украины в одном из каналов телебачения, всевесной демагогии, договорился к тому, что люди, которые занимают керевные посады в государстве, причетны к расстрелям на Майдане. Оксана, прекратите за обедом смотреть российские телеканалы. Пока вы не скажете, кто был виден ускоренными злочинами на Майдане, вы будете спорниками этих злочин. Все выбирающиеся в Верховной Раде Украины есть участниками Верховной Рады Украины и есть участниками российских, участниками влады. И, знаете, это пытание выниматься не смеется непорядке, не обвиняется. А затем самопомощь обвинили в популизме и расшатывании ситуации в стране под видом блокады торговли на Донбассе. Фракция партии Блок Петра Порошенко закликает коллег преподить протезаконное блокирование Зелезничного Сполучения. Народ наделил вас полноважением, чтобы вы могли и важили вплив в законный способ решить вопросы государственной ваги, а не злочинным метом создать кризу в средине Украины. Блокада – это объективная реальность реакции людей на олигархическое уничтожение и отдачу колонии Украинской экономической страны. Особенно как человек, не как народного депутата. Меня это ввело в абсолютный шок. Познание, сколько тысяч, сотен тысяч вагонов разного продукта сегодня мы отсылаем врагу, чтобы его укрепить. Из-за ссор и эмоций повестку дня на неделю так и не обсудили. Тарифы, изменения в бюджет, а теперь еще и повышение цены на товары первой необходимости снова не в приоритете. Дискуссия, которая была, черговое подтверждение, что парламент живет окремо от людей жизни. Потому что сегодня, сколько мы слышали от людей страны, людей турбуют, прежде всего, цены, тарифы, подвышение пенсии, в определенном завершенном дне рабочие места, а парламент занимается политическими чварами, взаимными звинувачениями. Это проблема, которая действительно турбует людей. Мы считаем, что если парламент не будет на них отвечать, то честнее было бы распуститься просто и обратить людям новый парламент. Оппозиция настаивает уже в эту пятницу, необходимо заслужить отчет правительства, на каких условиях Кабмин собирается получать очередной транш МВФ. А тему блокады предлагают рассмотреть за закрытыми дверями. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Но продолжим тему плана Артеменко. Как ситуация выглядит из Вашингтона, узнаем у Дмитрия Анопченко, он в американской столице. Коллеги, даже отсюда из Соединенных Штатов ситуация выглядит несколько запутанно и противоречиво, несмотря на то, что все события вроде бы происходили в Америке. Дело в том, что официальных комментариев пока что нет. А есть две версии. В общем-то, это версия газеты New York Times, газета, которая и создала сенсацию, статью, которую сейчас все обсуждают. Вот она у меня в руках. Но есть и вторая версия, ее опубликовала не менее авторитетная. The Washington Post. The New York Times утверждает, что юрист Дональда Трампа Майкл Коэн после встречи с Андреем Артеменко передал его план бывшему, теперь уже советнику президента, генералу Флинну. Washington Post, поговорив с самим юристом, приводит другую версию. Мол, Коэн действительно встречался с Артеменко, получил от него запечатанный конверт с предложениями по урегулированию, но Флинну их якобы не передавал. И вот четкая цитата из его интервью. Я признаю, что состоялась короткая встреча, но решительно отрицаю обсуждение этой темы или передачу документов в Белый дом или генералу Флинну. Для того, чтобы разобраться, какая все-таки версия верна, я обратился сегодня утром в Trump Organization, организацию, находящуюся в Нью-Йорке, организацию, в которой формально работает юрист Дональда Трампа. Но там мне сказали, что никаких комментариев для прессы больше не будет, кроме тех слов, которые, собственно, и были опубликованы в The Washington Post. Тема в любом случае резонансная, так что в ближайшее время можно ожидать разъяснения американской администрации, как все было на самом деле. журналисты, что одной, что другой газеты, для того, чтобы получить подтверждение своих статей, явно обратятся к пресс-секретарю Белого дома. Мы же за комментарием обратились к еще одному человеку, который был упомянут в этой статье New York Times, украинскому послу в Вашингтоне Валерию Чалому. В американской прессе украинский дипломат говорил, что Андрей Артеменко не имел права обращаться к американским властям с этими предложениями. И вот как в интервью нам он пояснил этот свой месседж. Вы знаете, есть Витинская конвенция, и она выясняет, кто представляет страну. Это президент, премьер-министр, министр законодательных справ и посол в соответствующей стране. Поэтому, очевидно, такие приватные инициативы, они остаются только приватными, и будь кто, че пан Артеменко, че инши, не представляют позиции Украины. Так что остается только следить за комментариями в прессе, за официальными комментариями и ждать развития событий. Тема громкая, оно явно будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Что правда, что вымысел и как все было на самом деле. Мы целый день пытались подробно расспросить самого Андрея Артеменко, и к концу дня нам удалось, наконец, связаться с ним по телефону. Я пакеты документов Радинку Трампа, как таковы, никаких не продавал. Да, есть разговоры, да, есть инициативная группа, да, есть коллеги, которые меня поддерживают, да, есть представители политических истинских штатов, которые поддерживают подобные инициативы. До речи, она не одна, их существует вичи триски, которые я уже слышал. Но главная мета, что я сейчас хочу донести, моё позицию, это вытворение мира именно на территории Украины. Украина – единственная государство. Украина – это Крым, а Крым – это Украина. Поэтому любое политическое решение этих вопросов, припинение вины и повернение территории до Украины, они фактически должны быть исключены в политической площади за участью в американской администрации, что и была моя главная мета этих встреч, этих контактов, этих заяв, которые я сделал. Спустя двое суток в Кремле прокомментировали скандальное решение признать паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделали из гуманитарных соображений. В Европе с таким решением категорически не согласны. Пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косянчич сообщила, что пускать в Евросоюз под таким документом не будут. Осудили действия Москвы также в Париже и Берлине. Там назвали признание паспортов нарушением всех договоренностей по Донбассу и призвали Кремль повлиять на боевиков, чтобы без промедления реализовать Минские соглашения. Признание паспортов самопровозглашенных, я хочу это подчеркнуть, самопровозглашенных так называемых народных республик Луганска и Донецка подрывает единство Украины. Это абсолютно недопустимо. Все участники боевых действий должны иметь равные права. Как и военнослужащие, добровольцы и медики-волонтеры должны получать социальную стипендию и бесплатное обучение. Этого добиваются представители движения «Справедливость». Об этом рассказал лидер организации Валентин Наливаченко. Кроме того, он требует предоставить украинское гражданство россиянке Ольге Симоновой. Она три года работала парамедиком на фронте, а сейчас служит в ОСУ по контракту. Симонова собрала весь пакет необходимых документов, ее также поддержала амбудсмен, но в администрации президента она получила отказ. Добровольцы, медики, парамедики, как в этом случае с Ольгой Симоновой, которые служат, защищают эту страну, мают от этой страны, ясно, что в первую очередь и по честным способам отрабатывать гражданство. Моя работать комиссия с вопросом гражданства при президенте Украины. Но она должна работать не как комерционный отдел, а должна работать за законом Украины. О конфликте на Донбассе и режиме прекращения огня говорили сегодня и в Брюсселе. Американские и европейские политики. С подробностями из бельгийской столицы Елена Зорина. Первый визит в Европу и первые резонансные заявления. Встреча вице-президента США с руководством Евросоюза проходит на фоне обеспокоенности новой стратегии администрации Трампа. Америка прежде всего. Каков будет подход США к международным вопросам? Майк Пенс интригу сегодня развеял. Он заверил европейцев в поддержке и дальнейшем партнерстве. Программа двухдневного визита была довольно насыщенной. Ужин с премьером Бельгии, общение с верховным комиссаром ЕСПО, международным делам, президентам Еврокомиссии, генсекам НАТО и председателям Европейского совета. Американский политик сделал заявление и относительно Украины. В Вашингтоне, подчеркнул Пенс, будут настаивать на выполнении России минских соглашений. Уже с сегодняшнего дня на Донбассе должен начать действовать режим прекращения огня. Что касается Украины, США будут продолжать считать Россию ответственной за происходящее на Донбассе и требовать, чтобы Москва соблюдала минские соглашения, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины. Мы призываем обе стороны придерживаться договоренности о прекращении огня, которое намечено начать сегодня в интересах мира и невинных человеческих жизней. Американский чиновник также высказался против попыток России изменить границы силой. Говорил он и об усилении присутствия НАТО в Польше и странах Балтии, а также о том, что Америка будет и дальше защищать целостность государств в Европе. В то же время ПЕН сказал, что и в отношениях с Россией будут искать новые пути. Какие, пока остается лишь догадываться. Из Брюсселя Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Украинский вопрос был одним из ключевых на ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая завершилась накануне в Мюнхене. Без безопасности в Украине не будет безопасности в Европе. Так считает Виктор Пинчук, организатор украинского ланча в рамках конференции. По его словам, официальный Киев должен быть частью команды, которая создаст новые подходы в решении украинского кризиса. При этом, чтобы удержать внимание международной общественности, Украине также необходимо приложить усилия. Со стороны Украины сверхважно проводить реформы и доказать, что нами нужно заниматься, что на нас нельзя махнуть рукой, как на безнадежных, а что мы проводим реформы. Мы реально, реально боремся эффективно, боремся с коррупцией. Это нужно им доказать, тогда они будут нами заниматься. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Дырявый ремонт. Как закатать в асфальт миллионы и при этом оставить ямы? Лихие 90-е. Почему в Днепре преступность выросла в разы? Двойники. Кто заполонил почти всю страну машинами-копиями? Депутаты межфракционного объединения «Народный контроль» передали в Конституционный суд представление. Требуют отменить закон, по которому большая часть финансирования больниц и ПТУ ложится на местные бюджеты. За изменение в бюджетный кодекс парламент проголосовал в декабре 2016 года. И это уже привело к негативным последствиям. Так считает лидер «Народного контроля» Дмитрий Добродомов. Из-за сокращения госсубвенций массово закрываются поликлиники. Врачей переводят на неполную ставку. Та же ситуация из ПТУ. Кому потепление в радость, а кому пробитые колеса, 20-сантиметровые ямы и упреки? В Римне вместе со снегом сошло и дорожное покрытие. Полицейские составляют кипы протоколов, а дорожники смешат нанотехнологиями в борьбе с дырявыми дорогами. Инна Белецкая продолжит. Это видео вызвало шквал возмущений в соцсетях. Вот так в минувшую субботу лопатой и отсевом коммунальчики латали ямы. Не прошло и суток, а от ремонта не осталось и следа. Сделали не хорошее. По сути засыпали ветвьев, а ветвьев вымыло водой. По всей дороге творилось еще больше ямы, а основную яму так и не закрыли. Руку сейчас действуют по тротуару, объезжают по зустричной. Проехать по городским дорогам далеко не всегда можно без финансовых потерь. Сергей Кондрачук, глава администрации соседнего Сривна района. Он знает во сколько обходится ремонт дорог. И о качестве работ может рассказать многое. Поездка в областной центр для него закончилась неприятностью. Схочили в яму, почули, чтобы пробитый колесо, съехали на обочину. Там стоял еще один автомобиль. И на стоянке в Счастливом нараховали мы 7 автомобилей, кроме нас, где водители так само одночасно стояли на аварийках, меняли колеса. А это полицейские инспекторы вот так линейками замеряют глубину ям. При допустимых 6 сантиметрах часто обнаруживают дыры в 2-3 раза глубже. На данном месте были выведены приписы на негайное оборудование и ликвидацию ямковости ответственным службам. В ответственным особым, согласно Кодексу Украины про администрацию правопорушений, согласно статье 140, несут индивидуальную административную ответственность. А это начальник городского дорожно-эксплуатационного управления. Именно он и его подчиненные отвечают за состояние дорог в городе. Признают, зимой справились не очень. Слишком тяжелыми были погодные условия. Полицейские составили на него более 20 протоколов, каждый со штрафом более 1000 гривен. На их оплату жалуются, уходит вся зарплата. Может, мы не все проплатим, но все-таки по некоторым протоколам, я думаю, что будет смысл объединять их в одно. Может, нам что-то суд выдачет. Это так, как ваша зарплата за 2 месяца? Нет, я за сеченний месяц умудрился еще домой 3 тысячи. Ну, как бы нараховали, еще не принес. Тем не менее, 2 недели назад предприятие вновь выиграло тендер, который проводило местное управление ЖКХ. На содержание дорог получат 64 миллиона гривен. Несмотря на то, что жители недовольны качеством работ, подрядчика и перманентно устраивают акции протеста. Как выяснилось, 64 миллиона – это только часть денег, которое получит предприятие. Их освоят на расчистку и уборку дорог и тротуаров. На текущие ремонты чиновники выделяют деньги отдельно. А вот на то, что горожане не видят результатов работы дорожников, на которые уходят десятки миллионов, коммунальные начальники отвечают простому обывателю не понять всю сложность дорожного бытия. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. Кабмин намерен пересмотреть размер субсидий из-за роста стоимости отопления. Пересчет сделают тем, кому тарифы за тепло насчитывают с учетом внешней температуры воздуха, сообщает Минсоцполитики. Арифметикой займутся сразу после завершения отопительного сезона. Напомню, по закону он продлится до середины апреля. Доплачивать будут через счета граждан в теплоснабжающих компаниях. Жители Львовской области жалуются на качество газа. Говорят, выбрасывают огромные суммы, а тепла и горячей воды не видят. Как сократить расходы людей и на самом ли деле газ некачественный? Выясняла Галина Якушко. В квартире Ирины Бойко газовая колонка. Если раньше никаких проблем не было, то сейчас напор газа такой, что установка практически не работает. Даже чтобы помыться, приходится дополнительно киптить воду, а значит дополнительно расходовать и без того недешевый газ. Малий тиск, червоне полумя, видно, что что-то добавляют до газа, а еще что-то. Устав оплачивать счета, женщина решила заказать экспертизу газа. Специалісти взяли пробу. Если результат подтвердится, что газ не соответствует нормам, то оплату этих работ по исследованию должен выполнить поставщик газа и перераховать стоимость газа для этого потребителя в нижнюю сторону. Если показы будут в межах нормы, то, соответственно, замовленные работы оплатят потребитель. Свои пробы взяли экзивщики из трубы, которая ведет в дом Ирины. Их тоже отправили в лабораторию. Сейчас мы будем выполнять путь пробы в хроматограф кристалл 2000М, где будем изначать компонентный склад газа. Как показали результаты исследований, газ в трубе не содержит никаких примесей. Не нашли специалиста никаких примесей и в том газе, который взяли в квартире Ирины Бойко. А значит, выложить за экспертизу более 2000 гривен придется ей самой. Что же касается стоимости газа, в зависимости от его качества, а не просто кубометров, как это происходит сейчас, то выход есть. Один из главных показателей качества газа – калорийность, которая определяет, сколько энергии может дать его сгорание. Будет пропонуваться вариант оплаты за газ, соответственно, к его калорийности. Теплоте сгорания газа. То есть, чем больше калорийность, тем же потребитель платит больше, чем она меньше, тем же потребитель оплатит меньше. В НКРУ уже разработали свои предложения. Сейчас они находятся на стадии обсуждения. Если их утвердят, все газораспределительные компании обязаны будут совсем по-другому считать потребленный газ. В НКРУ ожидают, что нововведения вступят в силу уже в этом году. Длина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. В Днепре общественники требовали отставки главного полицейского области. Говорят, во время руководства Игоря Репешко криминалитет почувствовал себя вольготно. А сами активисты то и дело слышат угрозы. Сегодня с претензиями пришли к зданию главка. Что из этого вышло? Материал Елены Миндалюк. На этих видеокадрах взрыв во дворе дома, где находится офис общественной организации. Инцидент произошел еще 30 ноября прошлого года. Взрыв был мощный. Осколки гранаты и куски асфальта разлетелись на приличное расстояние. В окнах повылетали стекла. Злоумышленник до сих пор не найден. Мы считаем, что это было непосредственно покушение против наших активистов, потому что поступали непосредственно нам угрозы. Была стрельба по нашим активистам. Общественники уже два года борются с забегаловками, наркопритонами и нелегальными игровыми заведениями в городе. Рассказывают полиции, которые по их словам все это крешуют, а не как кость в горле. Активистов начали запугивать и преследовать. Против них якобы сфабрикованы уголовные дела. Закрешивание тех самых забегаловок и игровых залов. А буквально несколько дней назад был очередной звонок. Человек позвонил, мы с ним встретились, и он передал нам такую информацию, что лучше всего вам на эти 2-3 дня куда-то уехать. И поберегите ваши семьи, не живите дома. Активисты не испугались и вышли на митинг к главу. Требовать отставки начальника областной полиции Игоря Репешко. Уходите, уходите, вы нам не нужны здесь, такой генерал нам не нужен. У нас ситуация такая полностью, мы сейчас собираем подписи. По статистике, вы знаете, с вашим появлением, что произошло в городе Днепропетровске? В 4 раза возросла преступность. Репешко, универсалку! На повышенных тонах разговор длился около часа. Писать заявление по собственному желанию Репешко отказался. Вместо этого написал рапорт. Он подал рапорт на проведение служебного расследования. И подчас его проведения, он просил керевника нацполиции. Мы также до него звертаем ошипин, его вид стороны. Примет он решение, значит все хорошо. Новоназначенный глава нацполиции Сергей Князев ситуацию пока не комментировал. А вот активисты предупредили, через три дня снова придут к главку. Будут требовать обнародования результатов служебного расследования. Елена Медлюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Раненый во время перестрелки в Харькове ветеран АТО пришел в себя. Состояние пострадавшего все еще тяжелое. Медики боролись за его жизнь сутки. Напомню, в прошлую пятницу в одном из спальных районов города произошла перестрелка. Представители бывшего гражданского корпуса АЗОВ рассказали. Они патрулировали улицы и наткнулись на вооруженных молодчиков в камуфляже и балаклавах. У тех, по словам свидетелей, были нашивки батальона Донбасс. Во время столкновений был ранен 44-летний ветеран АТО Игорь Пушкарев. В него попали из охотничьего ружья. Дробь зацепила печень и перебила крупную артерию на ноге. Полиция задержала пятерых подозреваемых. У больного огнестрельное ранение в нескольких анатомо-функциональных областях. За время наблюдения состояния больного было и остается на сегодняшний день тяжелым. Он был в АТО, он участвовал в широкинской операции, он участвовал в обороне гранитного. Задержанные в основном не жители Харькова и Харьковской области. Все приезжие из разных городов Украины, которые в принципе собирались здесь для непонятных каких-то действий. Имена задержанных в полиции не сообщают до сих пор. У них изъяли 4 помповых ружья, автомат Калашникова и травматическое оружие. Арестованным инкриминируют злостное хулиганство и покушение на убийство. Сам конфликт правоохранители называют бытовым, без какой-либо конкретики. Конвейер по легализации так называемых машин-двойников обнаружили в Одесской области. Совместную операцию проводили СБУ, прокуратура и полиция. Все детали в следующем материале. Более 10 лет эта преступная группировка действовала на территории сразу 11 областей Украины. Схема была следующей. Угнанные за рубежом автомобили незаконно возили в Украину. Дальше машины загоняли в подпольные мастерские, где перебивали номера и изготавливали новую техническую документацию. Причем за основу брали уже существующие авто. Так и появлялись пресловутые двойники. Таким образом, по поддельным документам машины-двойники становились легальными. А чтобы зарегистрировать эти авто в официальных реестрах, мошенники прибегали к помощи хакеров. Эта группа имела своих айтишников, которые незаконно входили в компьютерных мереж, в специальных обликах, где вносили подробные данные про автомобили. Силовики ввели группировку больше года. Изъяли свыше полусотни машин-двойников, обнаружили множество вещественных доказательств преступной деятельности. Обыски проводятся до сих пор по всей стране. Пяти фигурантам уже объявили о подозрении. Это от разборщика на разборце до квалифицированного технолога и служебных людей, сервисных центров, которые занимаются деятельностью по выготовлению как номерных знаков, так и тех людей, которые имеют доступ к официальных баз автомобилей. Следственные действия по этому делу продолжаются. В прокуратуре говорят, круг подозреваемых наверняка увеличится. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Очередного полицейского взяточника задержали в Бердянске Запорожской области. Сотрудник УГРО требовал 20 тысяч гривен у местного жителя. Взамен обещал не привлекать к ответственности за незаконное владение оружием. При получении 7 тысяч гривен полицейского задержали сотрудники СБУ. Во время операции он пытался оказать сопротивление. А директора одного из госпредприятий той же Запорожской области задержали на границе с Крымом. Чиновника подозревают в присвоении 3 миллионов бюджетных гривен, а на оккупированном полуострове он намеревался скрыться от следствия. Еще в 2015-м он подписал договор с частными предпринимателями на покупку и обработку 700 гектаров земли биодобавками. Никто работы не проводил, а деньги разошлись по карманам. Чиновника задержали на пропускном пункте Чангар сотрудники СБУ. При себе он имел 6 тысяч долларов. Министр юстиции превысил свои полномочия, угрожая нас агентству по противодействию коррупции переформатированием. Так считает нардеп Сергей Каплин, который уже обратился в правоохранительные органы с требованием отреагировать на это. А причиной угрозы со стороны министра Каплин считает то, что НПК заинтересовалась финансированием партии «Народный фронт». Петренко сделал первый шаг с огрозой керевництву НЗК, которое представлено в виде коллективного органа, распустить их и призначити, как они обычно, как они это сделали все последние три года, под контрольную человеку нового Трояна, нового Авакова, нового Шкиряка, как это делалось в больших органах государственной влады. Я разом с своей командой звернулся до Службы безопасности Украины, до Генерального прокурора с требованием негайно начать криминальную справу против Петренко за статтею 364 перевищения повноважений с боку государственного службовца. Министр должен знать, что санкция по этой статье три года тюрьмы. Ручное правосудие. Резонансные дела по обращениям НАБУ рассматривают судьи, которые сами были фигурантами расследований детективов. Сегодня в нескольких СМИ появилась информация по странному совпадению. Дела от НАБУ попадают одним и тем же судьям Соломенского райсуда Киева Андрею Макухи или Александру Бобровнику. А те принимают нужные решения. Например, Бобровник развалил дело экс-министра экологии Николая Злачевского, а Макуха принял решение о задержании менеджера в Одесского припортового завода проигнорировал отсутствие доказательств. По информации масс-медиа, Бобровника детективы НАБУ якобы поймали на наркотиках, а Макуху подозревали во взяточничестве. Зачем бюро ручные судьи, если результатов работы особо незаметно? Задаются вопросом журналисты. Напомню, за время работы НАБУ вынесено 11 судебных приговоров по четырем делам, но никто из коррупционеров пока так и не сел за решетку. В Соединенных Штатах за день до своего 65-летия скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел России. В заявлении говорится, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источника в Нью-Йорк-пост, ранее дипломата госпитализировали в больницу с сердечным приступом. Брекзит или и Трамп. В парламенте Великобритании сегодня кипит работа. Нижняя палата обсуждает, стоит ли принимать американского президента с государственным визитом, а верхняя палата выход страны из Евросоюза. Чего ждать от британских законодателей? Светлана Чернецкая из Лондона. Напряженный день в британском парламенте. Эмоции бурлят и у его стен. Люди вышли на очередной протест против визита американского президента. Против ненависти, расизма и раскола митингующие уверены. Государственный визит Дональда Трампа опорочит страну и, в частности, ее величество. Такое же мнение выразили миллион восьмисот тысяч человек, подписавших петицию с призывом отозвать приглашение Трампу. Этот человек стрижет под одну гребенку мусульманские общины семи стран. Если мы его примем в Великобритании, потомки нас осудят. Депутаты палаты общин обсуждают сразу две петиции. Вторая – в поддержку визита президента США. Ее подписантов в шесть раз меньше – 300 тысяч. Правительство свой ответ уже обнародовало. Оставить в силе приглашение. Депутаты тоже вряд ли рискнут ссориться со штатами, давним союзникам Великобритании. Самое мудрое решение, чтобы американская администрация сама решила, когда лучше президенту предпринять визит. Я считаю, что самым лучшим временем был бы 2020 год, к 400-летней годовщине создания английской колонии в Америке отцами-пилигримами. Учитывая предыдущий опыт, приглашение Трампа действительно выглядит спешным. Например, Обама удостоился такой чести только спустя два года президентства. Джордж Буш – через два с половиной. Трамп же всего через неделю после инаугурации. Горячие дебаты сегодня в обеих палатах парламента. Пока Нижняя готовит ответ по Трампу, в Верхней Палате обсуждает законопроект по Брекзиту. Событие политически значимое, ведь только после согласия ПЭРов правительство сможет официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза. На заседание приехала премьер Тереза Мэй. Это довольно необычно. В Палате общин с отчетом о работе она бывает еженедельно, но не в Палате лордов. Ожидается, что ПЭРы тоже не пойдут против воли народа и законопроект утвердят. Вот только, скорее всего, затянут этот процесс и вернут документ на доработку в Нижнюю Палату. Мы хотим, чтобы в законе было прописано право парламента проголосовать за условия выхода из Евросоюза, когда правительство подготовит документ по Брекзиту. 200 из 800 ПЭРов заявили о своем желании сегодня высказаться по этому историческому вопросу. Так что дебаты затянутся до полуночи. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Что такое легкая посадка по-американски? Чем удивили дизайнеры на лондонской неделе моды? И как в очередной раз поиздевались над Дональдом Трампом интернет-пользователи? Об этом и не только наш международный обзор. Айсберг размером с небольшой город откололся от Антарктиды. Ледяная глыба длиной почти 4 километра откололась от ледника Пайн-Айленд. Ее размеры эксперты сравнили с Нью-Йоркским Манхэттеном. Всему виной подтопление основания айсберга теплой океанской водой. В Соединенных Штатах аварийный самолет приземлился посреди улицы. Прямо в жилом квартале. То, что аппарат неисправен, пилот понял уже в воздухе. Решил садиться, куда глаза глядят. Как выяснилось, на улицу с частными домами и припаркованными автомобилями. Недвижимость не пострадала, а вот транспортные средства самолет все-таки зацепил. Местные жители отделались легким испугом. Сам пилот в больнице с травмами, но жить будет. Экстремальные гонки на велосипедах устроили в чилийском Вальпараисо. Участникам довелось мчаться по узким улочкам городка, заезжать на стены, прыгать с парапетов. Такой маршрут выдержали далеко не все. Несколько опытных мастеров сошли с дистанции. Победа уже четвертый раз подряд досталась чеху Томашу Славику. Американский президент Дональд Трамп в который раз стал объектом для насмешек интернет-пользователей. В этот раз республиканца показали в образе крошечной копии доктора Зло. Карликовый Трамп позирует на серии фотографий с Барриком Обамой, своей дочерью Иванкой и соратниками из республиканского лагеря. В Венеции в самом разгаре один из старейших карнавалов Европы. Его кульминацией традиционный полет ангела со 100-метровой колокольни Святого Марка. В нынешнем году эта роль досталась 22-летней Клаудио Марчиори. Ее признали самой красивой венецианкой 2017-го. Посмотреть на праздник каждый год приезжают сотни тысяч туристов со всего мира. В Лондоне стартовала неделя высокой моды. В этот раз дизайнеры решили удивить публику не только своими работами, но и оригинальными подиумами. К примеру, в виде заснеженных горных вершин. Кутюрье уверены, именно в такой обстановке лучше всего будут выглядеть обувь и сумки из меха. Больше информации на нашем сайте, подробности.ua. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин